Орешек Четыре картинки в журнале у нас. И с них начинается каждый рассказ. Сиять это солнце на небе должно. А может ли сделаться черным оно? Мы с вами в одном из районов Казахстана. Сегодня, 31 июля 1981 года, произойдет необыкновенное, редкое событие. Между Землей и Солнцем пройдет Луна. И там, куда упадет лунная тень, люди увидят полное солнечное затмение. Готовиться к этому событию основательно. И местные ребята, и ученые, астрономы, которые везли сюда сложную аппаратуру за сотни тысяч километров. Из разных городов нашей страны, из других стран. Внимание начинается. Видите? Краешек Солнца уже закрыт. Солнца еще меньше. Вот оно уже как лунный серп. Решающий миг приближается. Вот оно. То, к чему мы так готовились. Черное солнце в сказочной короне. Солнце наоборот. В разгар дня опустилась на Землю ночь. Главное сделать как можно больше фотоснимков. Ведь сейчас, именно в эти мгновения, Солнце, может быть, открывает нам еще одну свою тайну. Всего полторы минуты, и дневное светило уже показалось из-за лунного диска. Оно вытекает, как огненная лава из кратера вулкана. В следующий раз полное солнечное затмение люди смогут увидеть только в 21 веке. Ну что ж, продолжим нашу игру в перевертыши. В руке цветочек девочка несет. И что тут может быть наоборот? Не будем торопиться с ответом, а отправимся в Южную Америку. На Амазонку. В тропики. Жаркие, душные, влажные и пестрые. Правда, снимали мы эти тропики вовсе не в Южной Америке, а в Москве. В оранжерее главного ботанического сада. Тропический климат здесь поддерживают искусственно. Стоп. Кажется, пришли. Смотрите. Расцветает Виктория Регия. Цветок раскрывается быстро, буквально на глазах. И температура его при этом на 10 градусов выше, чем у остального растения. Но нас с вами больше интересуют сейчас листья Виктории Регии. Огромные, до двух метров в диаметре, они растут из одного корня, спрятанного под водой. Трудно поверить, что это близкая родственница нашей речной кувшинки. Каждый такой листик может выдержать 70 килограммов. Помните картинку? Девочка держит цветок. Огромные, до двух метров в диаметре. А тут все наоборот. На мушку зайчишку охотник берет. А было когда-нибудь наоборот. Так, скорее всего, и окончилась очередная встреча зайца с человеком. Это работа художника Пауля Поттера, жившего в Голландии 300 лет назад. Он нарисовал охоту. Разные виды охоты. На дикую козу. Это обезьян ловит на сладком. Ловцы уже наготове. Медведя травят собаками. На волка и бут с рогатиной. Да, со львом в одиночку не справиться. Да и с буйволом тоже. Леопарда берут обманом. Он бросится на свое отражение в зеркале. И клетка захлопнется. Эти сцены охоты художник изобразил на одном полотне. А в центре поместил такую фантастическую картину. Звери поймали охотника и устроили над ним суд. Охотник наказан. Радостно пляшут звери. Конечно, картина наказания охотника, веселая выдумка, шутка художника. Триста лет назад он поднял свой голос в защиту природы. Этот голос звучит и сегодня. И не так уж шутливо. Если ты с крыльями, значит, лети. Другого решения здесь не найти. Но есть, оказывается, и другое решение. Другое назначение у крыльев. Автомобиль как автомобиль. Разве что подвески и рессора понадежнее. Да колес пошире. И мотор кажется слишком мощной для такой малютки. И еще крылья. Летающий автомобиль? Нет. Рассмотрим, как действует крыло. Встречный поток воздуха создает подъемную силу. И самолет взлетает. А если развернуть крыло иначе? Тот же поток будет не поднимать, а прижимать его. Вот такое крыло наоборот, антикрыло, как его называют, и установлено на гоночном автомобиле. Внимание, на старт, марш. Крыло прижимает автомобиль к шоссе. Не дает ему улететь на неровностях. Скорость таких маленьких гоночных машин сравнительно невелика. Полторасты, двести километров в час. Но антикрыло позволяет автомобилю сохранить устойчивость даже на скоростях около тысячи километров в час. Вот так нам крылья помогли со скоростью соревноваться. И отрываться от земли. И от нее не отрываться. Конечно, мои дети. Еще не все на свете. И это очень грустно. Приходится признать. Но было бы, но было бы желание. Придут к тебе, придут к тебе и знания. За это вам ручается. Журнал «Хочу все знать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова